Дарья Шадрина В своем подъезде, вот у нас в подъезде, со всеми здоровыми, мы все улыбаемся. И тут вдруг откуда-то не возьмись, группка какая-то, которая всех сталкивает улыбами между собой. Шельцы многоэтажки враждуют из-за управляющей компании. Ликвидация свалки за цирком. Люди не убирают за собой. Пошел, кинул и пошел дальше. Ни соринки, ни бумажки после субботника. Стихийную свалку в центре убрали за два дня. Теперь только в электронном виде. На этом диске, можно сказать, будущее любого абитуриента. Вопросы единого государственного экзамена. В Омске опробовали новую технологию сдачи ЕГЭ. И танки в городе. В Омске стартовал предпремьерный показ нового российского блокбастера в студии 12-го канала режиссер Ким Дружинин. Разрушенные паводком трассы в Усть-Ишиме восстановят в ближайшее время деньги. 120 миллионов рублей выделят из областного бюджета. Об этом сегодня сообщил губернатор Александр Бурков. Он посетил самый северный район области. Красивейший край расположен на слиянии двух крупных сибирских рек. Иртыши и Шимы граничит с Тюменской областью. Чтобы добраться до районного центра, из Омска нужно преодолеть без малого 600 километров. По размерам Усть-Ишимский район занимает четвертое место. Больше половины его площади, почти 60 процентов, это лес. Основой экономики здесь сельское хозяйство. На рабочий визит руководитель области Александр Бурков начал именно со знакомства с сельскохозяйственной отраслью. Он посетил фермы, производственные предприятия, а также местный детский сад. Образовательный комплекс рассчитан на 300 детей. Не так давно в здании обновили внутренние коммуникации, укрепили фасад, установили новые окна. Отмечу, в этом году в Усть-Ишимском районе отремонтируют еще пять школ и три детских сада. Между тем, на контроле губернатора и ситуация в Муромцевском районе выехать из зоны ЧС. Люди могут, но только на вездеходах полторы тысячи жителей по-прежнему в плену природной катастрофы. В эти выходные талая вода с полей размыла единственную дорогу. Специалисты обустроили объездной путь, однако проехать по нему можно только на высокопроходимой технике. Временная магистраль для легковых автомобилей будет построена минимум через два дня. Капитальный же ремонт закончит только через месяц. Впрочем, люди, оказавшиеся запертыми в своих деревнях, обеспечены всем необходимым. Есть провиант, запас лекарств. Работают отделения больницы, а также обустроен пожарный пост. Омска жителей элитного дома разбились на несколько враждебных лагерей, выбирая управляющую компанию. На новостойку претендуют сразу три фирмы. Соседи подозревают друг друга в предвзятости и даже подкупе. Якобы люди отстаивают не столько свои интересы, сколько конкретных управляющих компаний. Делают это за вознаграждение от коммунальщиков. Случай, когда жители конфликтуют, выбирая управляющую компанию, в Омске не редкость. В этой борьбе в ход идут все средства, в том числе и нечестные методы. Какие, расскажет Юлия Думанова. Эти девушки еще не въехали в свои квартиры, но уже вязали в судебные тяжбы. Обратились к Фемиде, а не после того, как увидели протокол одного из собраний жильцов. В тот день, по их словам, голосовали за дату пуска лифта. В документе же оказалось записано, что выбирали управляющую компанию. Притом из трех претендентов выиграла та, у которой самый большой тариф. Впрочем, не это возмутило девушек, а то, что фасады дома теперь переданы под установку рекламы. А территория рядом под киоски. Скоро наш дом превратится просто в одну огромную рекламную конструкцию. Если любой управляющей компании передать возможность управлять нашим общедомовым имуществом... У меня дети маленькие, я не хочу, чтобы они здесь видели, как распивают спиртные напитки. Близость опять же к парку. Отдыхающие парка наверняка будут заходить в этот магазин. Жители всего их семь человек подали в суд. Протокол голосования признали недействительным. После этого дом разбился на два лагеря. Первый – те, кто суд выиграл. Второй – те, кто с этим не согласен и считают, что собрание проведено по всем правилам. А выигравшая управляющая компания – лучший претендент. Обстановку еще больше обострили анонимные объявления. Эмоциональные листовки появились накануне в подъездах. Цитирую. Эти называемые собственники пытаются привезти свою управляющую компанию и получить откат. Впрочем, авторство этих записок неизвестно. Я в своем подъезде, вот у нас в подъезде, со всеми здоровыми, мы все улыбаемся. И тут вдруг, откуда-то не возьмись, группка какая-то, которая всех сталкивает лбами между собой. В Омске ситуации, когда на один дом претендует сразу несколько управляющих компаний, бывают часто. Только сейчас подобное происходит в 50 многоэтажках города. Лакомые кусочки дома, в которых больше 9 этажей, и новостройки. Побороться ей за что? Управляющая компания получает за свои услуги 20% от тарифа. А значит, чем больше квартир в доме, тем больше денег. Разница в суммах колоссальная. Двухэтажка с 8 квартирами за содержание жилья заплатит 4000 рублей в месяц. Девятиэтажка до полумиллиона. Порой управляющие компании за дома борются нечестными путями. И тенденция эта общероссийская. Одна из самых горячих точек коммунальных войн – Екатеринбург. Там профессия управдома стала опасной. Так одному активисту подожгли машину, другому – дачу. А председателя ТСЖ, 60-летнюю женщину, избили во дворе ее же дома. Она получила травмы головы, ушиб ног и рук. Преступление зафиксировала камера видеорегистратора. В Омске, к счастью, до жертв не дошло. Но, по словам ЖКХ-эксперта Александра Лихачева, управляющие компании все же используют нечестные методы. Например, предлагают жителям более выгодный тариф, чем у конкурентов. А после того, как выиграют голосование, поднимают стоимость услуг. Бывали в регионе случаи, когда подкупали старших по дому и даже подделывали протоколы. Так в одной из многоэтажек советского округа в бланках для голосования значились мертвые души. Люди, которые умерли или не существовали вовсе. Кстати, по словам Лихачева, такое происходит из-за пробела в законодательстве. Подделка голосования жильцов не регламентируется ни уголовным, ни административным кодексом. Проблема вся эта порождена, к сожалению, одним. Тем, что органы внутренних дел не реагируют на подделку протоколов. И если будет один человек, хотя бы в Омске, наказан за это, тогда, я думаю, такие ситуации прекратятся. Что касается героев нашего сюжета, договориться так они и не смогли. Каждый планирует свое собрание. Для принятия решения нужна половина голосов собственников квартир. Кому удастся их собрать, тот и выберет управляющую компанию и решит, превратиться или нет. Фасад в рекламные конструкции, а парковая зона в пивные ларьки. Юлия Думанова, Вадим Насардинов, 12 канал. В Омске за два дня ликвидировали стихийную свалку в центре города. В план работы управления благоустройства изначально эта территория не входила, но участок все же убрали после того, как во время субботника о кучах мусора за цирком журналисты рассказали мэру Оксане Фадиной. Кто же должен был следить за чистотой на этой территории? Помогут ли сделать город чище штрафные санкции для предпринимателей и обычных горожан? Порой выбрасывающих мусор прямо из окон, расскажет Тахминат Инысова. Элина Соболева на ногах с шести утра. Девушка, рабочее управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Вместе с бригадой с помощью специальной пики убирают мусор у цирка. Техника же у нас не зайдет на газон. Она убирает асфальт, а мы убираем зеленую часть. Люди не убирают за собой. Пошел, кинул и пошел дальше. Эта территория за цирком преобразилась за два дня. У домов, гаражей и даже возле трамвайных путей ни одной бумажки. Не говоря уже о более крупном мусоре, мешках или ветках деревьев. После того, как во время общегородского субботника, который состоялся 21 апреля, журналисты показали мэру Омска свалку, ее ликвидировали. Было выявлено плохое санитарное состояние данных территорий. Нам по распоряжению мэра пришлось зайти здесь и выполнять работы по санитарной очистке территории, прилегающей к зданиям, трамвайным путям и вокруг цирка. То есть, если бы не мэр, вы бы здесь не убрались? Нет, здесь нашей территории нет и содержанием данных территорий мы не занимаемся. А заниматься должны были управляющие компании, предприниматели, которые работают в офисах на первых этажах жилых домов, а также собственник трансформаторной будки. Месяц чистоты продлится до 13 мая. Однако уже есть первые оштрафованные, которые медлят с разбором завалов на своих территориях. Только в Центральном округе таких организаций свыше 40. После обращения жителей или выявления несанкционированных свалок, вовремя нарушений не были устранены. Если есть отступление от содержания прилегающих территорий, мы выдаем удовлетворение. Если не выполняются, мы составляем на них протоколы. Протоколы ведут к штрафу. Размер на физлица до 5 тысяч, на юрлица до 100 тысяч. Сообщать о стихийных свалках можно и нужно. Для начала в свою обслуживающую организацию. А если ничего не изменится, то в окружную администрацию. И при этом не стоит забывать о собственной культуре. В последнее время участили случаи, когда жильцы выбрасывают мусор прямо из окон домов. Тахминат Инысова и Павел Манжос, 12 канал. Только в электронном виде контрольно-измерительные материалы ПИГ в школы доставят на специальных дисках. Новшество вступает в силу в этом году. И сегодня технологию опробовали в одной из омских школ. Новая система позволит избежать утечки информации. Станет проще обрабатывать результаты. И ученики быстрее узнают оценки. Что еще нового и что важно знать школьникам и их родителям, расскажет Елена Смирнова. На этом диске можно сказать будущее любого абитуриента. Вопросы единого государственного экзамена. Теперь с этого года итоговые задания по всем школьным предметам в пункты проведения ЕГЭ. Будут доставлять не в виде кипа бумаг, а на специальном электронном носителе. Вместе с кодом, который обеспечит доступ к заданиям. Распечатывать экзаменационные бланки будут непосредственно перед началом испытания. Уже когда все старшеклассники и выпускники рассядутся в аудитории. Главное преимущество технического новства состоит в более высоком уровне защиты информации. Утечка полностью исключена. Мы не можем эти диски не распечатать, ничего с ними не сделать. Пока у каждого технического специалиста, у члена ЕГЭ имеется свой токен, ключ. Без них мы не можем получить информацию и не приступить к работе. С технической стороны получилось все. Мы считаем, мы четко отработали весь регламент и всю процедуру. Единственное, что мы бы желали технику, которая печатает намного быстрее. Один бланк печатается в среднем 3 минуты. Это значит, что аудитории из 15 учеников придется ждать в среднем 45 минут, прежде чем приступить к экзамену. Долго. С другой стороны, считается, что новая процедура позволит сократить время проверки работ. Заполненные бланки ответов сканируются и отправляются в ряд также в электронном виде. Сейчас ребята узнают свои баллы в среднем через 10 дней после экзамена. Столь долгое ожидание, конечно, создает для выпускника отдельный огромный стресс. Идти на следующий экзамен нередко приходится, не зная результатов предыдущего. Мы надеемся на то, что ребята результаты будут узнавать раньше и меньше будут волноваться уже, ожидая их. А вот когда они узнают уже первые результаты, вселяется уже и уверенность, и ребята более спокойно идут на следующий экзамен. Поэтому знать результат, наверное, для многих это какое-то облегчение будет. И уверенность, что следующий экзамен либо он будет лучше, либо ребенок сдаст его точно так же успешно. Испытания технологии прошли успешно. Для проведения ЕГЭ по-новому осталось лишь технически перевооружить школы. Одним учреждениям не хватает принтеров и ноутбуков, в других вскоре появятся новые современные сканеры. Школьное оборудование обновят уже к середине мая. Елена Смирнова, Денис Лопарев, 12 канал. Вот какие материалы вы увидите далее в программе. Отправиться служить на чемпионат мира по футболу. Происходит задержание. Кисеченос нападения. Отражены удар ножом и удар палкой. Омские призывники уехали в Нижний Новгород, в войска Росгвардии. Первые скрипки мира в Омске стартовал знаменитый конкурс Янкелевича. Иртыш свободный ото льда с высоты птичьего полета. В интернете появились эффектные съемки реки после льдохода. Омские начали раздавать георгиевские ленты. Волонтеры будут работать каждый день в 12 точках города вплоть до 9 мая. Акция пройдет у Соборной площади, остановки Кристалл в Нефтяниках, площади Малунцево, Голубого огонька, торгового центра Омские, площади Серова. Полный список можно найти на официальном сайте правительства региона омскпортал.ру. Раздавать ленты будут во второй половине дня, после 14 часов и до 18.00. Отмечу, что праздничную символику можно получить абсолютно бесплатно. Впервые всероссийская акция прошла в 2005 году. С каждым годом она приобретает все больший размах. К примеру, в прошлом году волонтерам раздали 20 миллионов экземпляров. Отмечу, что оранжево-черная лента символизирует вечное пламя огня и дым сгоревших русских городов. Это символ победы, дань памяти фронтовикам, павшим на поле боя. Омские призывники попадут на чемпионат мира по футболу. Сегодня в Нижний Новгород отправился первый отряд для службы в войска Росгвардии. Всего 30 человек. Отбор был тщательным. В военкомате обращали внимание на отличное здоровье новобранцев и их образование. Кроме того, у молодых людей должна быть незапятнанная репутация. Во время службы новобранцам придется в том числе обеспечивать порядок во время проведения футбольных матчей. Когда на поле выйдут звезды мирового футбола. Мессия, Неймар, Криштану Роналду. А на Кокорина об особенностях весеннего призыва. По двое сирен служебных машин бойцы Росгвардии в считанные секунды обезвреживают преступников. Происходит задержание. Изичину нападения отражены удар ножом и удар палкой. Показательные выступления. Мастер-класс для омских призывников. Три десятка новобранцев. В числе первых этой весной пополнят ряды Росгвардии. У всех отличное здоровье, хорошее образование и незапятнанная репутация. У этих парней нет проблем с законом и не было приводов в полицию. Особая у нынешних призывников и миссия следить за порядком парни будут в Нижнем Новгороде. В том числе и во время проведения футбольных матчей чемпионата мира, когда на поле выйдут такие звезды, как Месси, Нейрмар и Криштиану Роналду. Армия сейчас поднимается. Многие друзья, кто вернулись, отслужили в армии. Очень довольны. Всем все нравится. Ну и в плане, почетно ли это? Ну считай, что да. Отслужу год. После этого буду уже дальше двигаться по военной карьере. Всего же этой весной ряды российской армии пополнят 826 омских парней. Большинство из них отправятся в сухопутные войска на Дальний Восток, в Сибирь и Забайкалье. Ждут омечей в научных и спортивных ротах. При этом с каждым годом норма призыва уменьшается в пользу качества. Ставку делают на тех, у кого есть высшее образование или военно-учетная специальность. Например, водительские права категории С или Д. Процент отправки войска у нас получается от 15 до 18% тех, которых мы отправляем в 18-летних. Это, как правило, мы уже сейчас доходим до того, что они уже пишут заявление, что не хочу учиться, хочу в армию. И мы их отправляем. Остальным мы всем даем возможность поступить в высшее учебное заведение. Если они соответствующие баллы, у них соответствует для того, чтобы он поступил в высшее учебное заведение. Сейчас в военкоматах идет горячая работа с призывниками. Впервые уйти в армию, в том числе и по контракту, смогут те, кто ранее не прошел по здоровью. На повторную медкомиссию ждут парней в возрасте от 18 до 27 лет. Анна Кокорна, Владислав Осинцев, 12 канал. В эти минуты в Омск идет предпремьерный показ фильма «Танки». Представить киноленту в наш город приехал режиссер Ким Дружининым. Киноманом страны он известен по военной драме «28 панфиловцев», которая рассказывает о легендарном подвиге советских бойцов при обороне Москвы в 41-м году. На большой экранной кинолента вышла в ноябре 2016 года. За несколько недель картина выбилась в лидеры по кассовым сборам. Лента, которую сегодня презентует режиссер, также посвящена военной тематике. К слову, наш город стал единственным, где Дружинин представляет фильм лично. Это не случайно. Дружинин родом из Омска. С 12 лет он играл в лицейском театре, а после занимался в студии театра юного зрителя. В студии 12 канала «Мич», актеры, российский режиссер, известный многим по картине «28 панфиловцев» Ким Дружинин. Ким, здравствуйте. Здравствуйте. В одном из своих интервью вы сказали, что картина «28 панфиловцев» снята любителями на народные деньги. Вот если говорить о танках, как родилась эта задумка, как начинался этот фильм? Ну, по-прежнему над этой картиной работали любители, любители своего дела, своей профессии. Почему я сказал, что «28 панфиловцев» эта картина была снята любителями? Потому что, в общем-то, ни у меня, ни у Андрея у нас нет корочки в ГИКа, еще чего-то. Мы режиссерское образование получали самостоятельно. Смотрели хорошее кино, читали хорошие книги. А самое главное, что у нас есть и гражданская позиция, и творческая позиция. И вот после выхода картины «28 панфиловцев» мне предложили стать режиссером картины «Танки». Автором идеи стал министр культуры Владимир Владимирович Мединский. Эта идея принадлежит ему рассказать историю о конструкторе Михаиле Ильича Кошкина. В основе сюжета, лишь в основе сюжета, лежит реальный пробег «Харьков-Москва», который состоялся в 1940 году. Мы же попытались этот пробег раскрасить и сделать из него такую приключенческую ленту, как старое забытое приключенческое советское кино «Неуловимые мстители», «Пираты XX века» и так далее. В процессе съемок были какие-то сложности, потому что речь идет о технике? Конечно, любые съемки — это сложно. Это сложно, тяжело, долго, порой невыносимо. И действительно, с техникой было масса проблем. Но вот, например, «Танки» наши, которые нам любезно предоставил Мосфильм, которые мы впоследствии переделали под те прототипы, которые действительно участвовали в пробеге, они показали себя просто на высшем уровне. Они делали все, что я задумал, даже больше иногда. И вот наши ребята-мехводы, Дима и Денис, они блестяще управлялись этой техникой. Я очень хорошо знаю, как работает техника историческая, и оружие, и мотоциклы у нас были. И это все, конечно, оставляет желать лучшего. Но танк по-прежнему безупречен. Спасибо, Ким. В студии 12-го канала был режиссер Ким Дружинин. В эти минуты в Омской филармонии проходит уникальный концерт. Члены жюри международного конкурса Энкелевича перед тем, как приступить к оценке игры участников, решили показать, как надо выступать ведущие скрипачи мира. Профессор консерватории в Зальцбурге Пьера Муаяль Сергей Даганин, лауреат многих международных конкурсов, Элизабета Гаретти, концертмейстера оперного театра в Генуе, будут солировать с омским симфоническим оркестром. Престижный форум снова приковал внимание всей музыкальной общественности к нашему городу. В организационный комитет четвертого конкурса Энкелевича поступило 93 заявки от музыкантов со всего мира. После отбора к прослушиваниям допустили 32 участника из 11 стран. Конкурс имени Энкелевича – это потрясающая возможность заявить об Омске, как о центре музыкальной жизни. Это еще и развитие туризма, потому что очень много гостей приезжает. И вообще Омск позиционируется с точки зрения серьезного культурного города. Это очень важно. Официальное открытие четвертого международного конкурса «Скрипачей» Энкелевича состоялось утром в органном зале. После регистрации среди участников старшей возрастной категории провели жеребьевку, на которой определяли порядок выступлений. Также музыкантам показали главный приз, за который они будут бороться. Скрипку, которую в 1890 году венец изготовил мастер Иухини Удыгани. Открытие с членами жюри и с конкурсантами встретилась Наталья Бельская. На этой доске в центре органного зала расписание четвертого международного конкурса «Скрипачей» имени Юрия Исаевича Энкелевича. Вот здесь списки участников, здесь время прослушивания. Рядом порядковые номера. Кто будет выступать первым, а кто последним, решит жеребий. Жеребий участники международного конкурса «Скрипачей» тянут в алфавитном порядке. Первым к столу подходит Фёдор Безносиков, ассистент-стажёр Московской консерватории имени Чайковского. Под громкий аплодисмент он неожиданно для всех достает из конверта цифру один. Через 10 минут стол пустеет, а все участники знают свои порядковые номера. Эми Вакуи, представительница Японии, сейчас обучается в консерватории в Зальцбурге. На конкурсе будет выступать пятой. Цифра пять – это не моя любимая цифра, но тем не менее, я считаю, что выступать пятой на конкурсе очень хорошо. Скрипка очень популярна в Японии. Многие ребята с малых лет начинают обучаться игре на этом инструменте. Я, к примеру, впервые взяла в руки скрипку в пять лет. 12 лучших скрипачей со всего мира из Германии, Республики Кореи, Испании, Китая и, конечно, России будут состязаться за право получить скрипку итальянского мастера Дегани. Для музыканта обладать таким инструментом – большое счастье. Скрипку в Омск в декабре привезли из Франции из знаменитой мастерской «Сержи и Флорана Бае», в которой провели ее реставрацию, ведь инструменту больше ста лет. Оформляли все документы, просматривали ее, потому что здесь, внутри этой скрипки, находится клеймо «Эухенио Дегани» 1890 год, год изготовления. И Флоран использовал такой длинный фонарь, чтобы мы это клеймо посмотрели. Затем мы сверяли все данные скрипки с документами, с паспортом скрипки. Кому достанется эта скрипка, будут решать члены жюри. Знаменитые педагоги и музыканты, чей авторитет признан во всем мире. Борис Кушнир – профессор Венской консерватории и Университета музыки в Грации. Лично общался с Дмитрием Шестаковичем и Юрием Янкелевичем. Впервые на Омском форуме вместе с ним оценивать участников будет его ученик Сергей Дагадин, победитель третьего международного конкурса имени Янкелевича. Председателем жюри стал профессор консерватории в Зальцбурге Пьера Муаяль. Он рассказал, как будут оценивать игру участников. Техника – это слишком легкий путь в оценке участников. Если продавать слишком большое значение, то все будут играть одинаково. Техническое мастерство должно помочь участникам выразить самого себя. Борис Кушнир недавно говорил, что магия музыки в том, что уже по первой ноте можно понять, кто играет. Прослушивания участников начнутся завтра. Программа есть на официальном сайте конкурса. Выступления открыты. То есть все желающие могут свободно пройти в органный зал, чтобы насладиться сольным концертом скрипичной музыки. В программе каждого конкурсанта – произведение Баха, Паганини, Моцарта. А сейчас время новостей спорта. В студии появляется мой коллега Алексей Дарьев. Привет, Алексей. Привет, Даша. Ну и сегодня только разговоров о триумфе нашего омского стронгмена Михаила Шевлякова в Бразилии. Ждем у тебя подробностей. Подробности обязательно последуют. Тем более, что в Сан-Паулу действительно Михаил выступил великолепно. Кстати, он стал первым в истории россиянином, который выиграл турнир Арнольд Классик в Южной Америке. Продолжу через несколько секунд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лука Фермера – 350 килограммов, а мяч стал третьим. В следующем упражнении Шевляков поднял 175-килограммовое богатырское бревно три раза. Он разделил результат со своим соперников, заняв четвертое и пятое места соответственно. В упражнении перекидывания кэк сибирский богатыр стал вторым. Четвертое состязание – становая тяга – далось Михаилу лучше, чем его конкурентам. Шевляков стал первым, подняв штангу шесть раз. Благодаря этому атлет заработал наибольшее количество баллов и с явным отрывом оставил позади своих соперников. По результатам четырех отборочных упражнений определились шесть лидеров, которые должны были сразиться в финальном упражнении – Камни Атласа. Михаил выходил на площадку с отрывом в шесть баллов, и для безоговорочной победы в турнире ему было достаточно поднять хотя бы один снаряд. Чтобы не подвергать свое здоровье риску перед турниром в Малайзии, сибиряк последовал данному плану. Он поднял один камень и стал первым российским стронгменом, выигравшим турнир серии «Арнольд Классик» в Бразилии. Победа на данном турнире автоматически сделала омского силача участником гранд-финала «Арнольд Классик», который пройдет в марте 2019 года в американском Колумбусе. Ну а уже через неделю Шевлякову предстоит выступить на еще одном важном турнире – чемпионате мира в Маниле, Малайзии. К другим темам. Победителями 17-го легкоатлетического пробега при Сковалевых стали Денис Рычков и Надежда Степашкина. Любимые мячами соревнования прошли на дорожках парка «Зеленый остров». Особенностью этого старта является то, что принять участие в нем может любой желающий, не нужен даже стартовый взнос. И всегда любители бега отмечают особую, дружескую и непринужденную атмосферу этого забега. Поэтому желающих пробежаться по весеннему парку и в этом году собралось немало – больше трех сотен. В этом году забег при Сковалевых прошел в 17-й раз. Участники преодолевали дистанцию протяженностью 6 километров 800 метров. В итоге первым на финише оказался известный омский спортсмен Денис Рычков. Он пересек финишную черту со временем 22 минуты и 11 секунд. Спустя 38 секунд забег закончил серебряный призер Станислав Горденко. Третьим на финише был Роман Ярошенко. У девушек борьба на финише тоже оказалась жаркой. В итоге главный кубок завоевала Надежда Степашкина, показавшая время 27 минут и 22 секунды. Вместе с ней на пьедестал поднялись две Анастасии – Антипова – 27 минут и 29 секунд и Няшина – 27 минут и 59 секунд. Традиционно при Сковалевых становится для спортсменов и любителей бега генеральной репетицией перед весенним полумарафоном. В этом году он станет частью всероссийского полумарафона «Забег». Стартует 20 мая в Омской крепости. Это все, о чем сегодня я успеваю рассказать. Завтра увидимся. Любите спорт. Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. Иртыш освободился от льда. Снежный покров исчез всего за пару дней. Сейчас на реке остаются лишь мелкие льги. Но видеть это зрелище можно с высоты птичьего полета. В сети появилось эффектное видео, снятое мечом с помощью квадрокоптера. Съемки проходили в Советском парке на берегу Иртыша в Нефтяниках. На кадрах видно, как остатки льда проплывают по реке. Добавлю, что вода в Иртыша, естественно, начала подниматься. И в ближайшие дни она продолжит пребывать. Однако пока о потоплениях информации нет. Но одно ЧП все же произошло. Во время этого ледохода ресторан на воде, пришвартованный возле Первомайского пляжа, унесло течением к поселку Береговой. После короткой рекламы подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.рум. Там же мы выкладываем полные выпуски программы Час новостей. Оставайтесь с нами. Матрасы Дрим по уникальной цене. Только у нас Виктория Мебель. По здоровью есть вопросы. 48 38 38. Сходил раньше Олег из Омска за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцели, что и склад, и магазин. Здесь сельдь кромфиш. 480 граммов, всего 118 рублей. Вот это цены. Экономит теперь Олег и на квартиру новую копит. Ковка. 509 017. 509 017. Здравствуй, Омск. Сходи в кино на фильм «Танки» и выиграй машину. В апреле в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». При покупке билетов на фильм «Танки» или заказе бронирования на «Рамблер касса» вы сможете участвовать во всероссийском розыгрыше автомобиля «УАЗ Патриот». Эта разработка русских может стоить нам больших неприятностей в будущем. Победителя мы узнаем 9 мая. Огонь! Удачи и до встречи в кино. В приложении 2GIS вы найдете удобный рубрикатор и подробную информацию об организациях, отзывы о компаниях и расположении входов, маршруты для общественного транспорта, автомобилей и прогулок, навигатор с отмеченными светофорами, камерами и лежачими полицейскими. Скачайте 2GIS бесплатно в App Store и Google Play. Возрастное ограничение 0+. Внимание! Акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок! Акция «Карада плюс подарок». И о погоде завтра. По области пасмурно, дождь, температура воздуха в районах. Ночью 6 градусов, тепла с понижением до плюс 1, днем плюс 11. В омской столбике термометров покажут в ночные часы. Плюс 11, плюс 5, днем до 12 тепла. Ветер западный 8 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Таковы новости этого вторника. Спасибо за внимание, всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова